Но мы постараемся найти, потому что главное все-таки смотреть, но тут главное то, о чем вы спросите, потому что даже несмотря на то, что это как бы фрагмент большой достаточно истории, но мне кажется, тот, кто хоть чуть-чуть знает вот этот период в нашей российской истории, ему в общем более-менее все понятно. Ну, кстати, могли не знать про Платина, ну, про Зиновьева должны были знать, но это, во всяком случае, мы когда учились в школе, в общем, для нас, в общем, расстановка фигур на этой шахматной доске была понятна. Вопрос другой, я сам пока занимался этой всей историей, а у нас еще актеры имеют обыкновение влезать сами, каждый свой персонаж, я для себя узнал очень много нового. Ну, конечно же, тут самая главная фигура – это Ленин, это самая спорная фигура, самая конфликтная и, в общем, и значительная. Ну, например, совершенно новый персонаж Парвуса, знаете, я тоже о нем ничего не слышал, он был немудренен, эта фигура была скрыта, вообще про него что-то узнали только после того, как открылись архивы после Второй мировой войны. Тогда всплыло так или иначе Парвуса, и то его прятали, и то оно пряталось, и то к специалистам, у меня знакомым Гимо, им там что-то рассказывали, ну, то есть тот-то буквально интересовался историей, могли знать что-то про Парвуса, а его значение, ну, достаточно определенно. Хотя до сих пор спорят, и я слышал много претензий историков, что это все как-то так, не так, но я сразу должен сказать. Вопрос исторической достоверности – это достаточно, вообще-то говоря, условный вопрос. Особенно, когда мы, занимаясь все-таки немножко творчеством, знаем выражение «правда, жизнь не есть, правда, искусство». И для нас важнее было ощущение, образа истории, потому что здесь есть буквальная реконструкция событий, условно сказать, эпизод, на котором заканчивается вот эта вся история. Они действительно встречались в Сюрисе, в ресторане перед поездом. Это был немножко другой ресторан, но сам по действию скучный, поэтому мы остановились на этом «Кабре Вольтер». Это отдельная вообще история, биография Ленина. Вот. И поэтому мы просто перенесли действие. Но они вот так буквально подписывали вот этот договор, он существует. Вот. Поэтому это в определенном смысле реконструкция событий. С легким и с легким духом. И вообще, в большинстве случаев, я старался, и сценаристы старались отыскать какие-то факты, вещи, особенно это довольно много в личных воспоминаниях про Ленина, которые бы, ну, как-то по-новому позволяли взглянуть с сегодняшнего времени на те события. Который, я считаю, в заключении своего спича, я считаю, к сожалению, глубокому недоартикулированный вот этот столетний юбилей. К сожалению, мы стеснительно чуть-чуть прошли мимо него. По разным причинам, вот, которые включают и как раз противоречивое соотношение к фигуре Ленина. И так, чтобы не возбуждать общественность, так немножко это... Ну, так немножко поговорили, поговорили и разошлись. На самом деле, это величайшее событие. Независимо от отношения к нему, вообще в истории человечества нет бескромных перемен. Нет. Их просто нет. И всё. К сожалению, это природа человеческая, про это надо у Фёдора Михайловича Застаевского читать. Поэтому это та трагическая история, да, с невероятно драматичными событиями. Но это наша история. Этот период, который перевернул мир, вот этот период нашей истории, после этого мир перевернулся, а это всё равно наше. И, в общем-то, надо задаться простым вопросом для людей, ну, даже не обязательно верующих. Почему Господь попустил? Почему? Для чего? Ну, все мы можем... Ну, причём, тут трактовки могут быть разные, и здесь нет исчерпывающего ответа. Но! Достаточно очевидно, что... Ну, все мы знаем историю его многострадального, да? Это испытание. Я лично отношусь к этому как к определённому испытанию, которое нам было послано, в общем-то, за определённые прегрешения. Сейчас не буду это, сейчас в этой беседе невозможно, но я знаю об этом много. И люди, которые буквально занимаются, тоже знают много. Но, в общем, раз это случилось, значит, это случилось для того, для чего-то. И вот вместо того, чтобы нам постараться понять, а для чего это случилось, мы так вынести, не вынести Ленина из Мозолея, вместо того, чтобы попробовать, ну, чуть-чуть понять, что же это такое, что же это было за событие. И его вкрыть, и глядишь, а оно не устареет никогда. Вот. А вместо этого, к сожалению, было заморчено, поэтому я вот сейчас даже делаю для кино версию двухчасовую, вот, где будет, в общем, всё сосредоточено вокруг поезда, который привёз Ленина, потому что это Черчилль сказал, что поезд привёз Ленина как подсылу чумы в России. Это сказал Черчилль, достаточно странный человек, который на эти вещи смотрел свежий взор. И, мне кажется, даже в этой формулировке есть очень много интересного. И я вот сейчас хочу сделать версию для кино. Потому что те люди показали, не показали, когда ещё 8 серий покажут, так и, ну, всё-таки это мобильная вещь. Вот. Ну, вот я, как раз, заканчиваю свой спич. Вот. Могу дать, вы достаете слово, а ты потом убежишь ещё куда-нибудь, а потом нам позадают, я надеюсь, вопросы. Ну, здравствуйте. Да, мне тоже очень нравится, Владимир Иванович, что в этот факт исторический вносится такой взгляд, аспект духовный. То есть, ну, факт, он всегда остаётся фактом, да? Всё зависит от того, с какой точки зрения на него посмотреть и какие выводы сделать. Сделать стране, сделать людям. Мне кажется, то, что сейчас происходит и у нас в стране, и вообще со странами, которые... Мир! Вокруг в мире. Сумик сошёл с ума! Да, да, да. Просто весь сошёл. Это очень... Ну, поскольку история циклична, и пора уже всем учиться на своих собственных ошибках. Мне кажется, это очевидная вещь. Вот мой такой короткий спич. Да, что вы мне остались. Прежде всего, спасибо Владимиру Ивановичу, что пригласил. Потому что как-то это мероприятие изначально, как и на меня, проходило в «Учезаре ангела», хотя потом оказалось, что позавчера был фильм, которым я работал сегодня, как-то перед этим фильмом, в котором он снимался. Это уже, опять-таки, про революцию, но только там про февраль, да. «Изда этого не на 10-м». Да, ужас какой-то, да. Мне прямо... Бескомфортно. Насчёт цикличности истории, сказал мой коллега, я сказал правильно, что, увы, 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 всё двигается по кругу, просто на каком-то новоменке, ну, всё повторяется, всё повторяется, всё повторяется. как-то не грустно, и не всё спокойно и в мире в стране ещё ждут нас всякие перемены, потрясения, я думаю, что. Но... Ну, я же сказал, увы, 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 увы. Ну, я же сказал Владимир Иванович по поводу персонажей, о которых не знали, не говорили, лично я ничего не знал про Парууса, в общем-то, до достаточно взрослого возраста. Про Платона, так получилось, я знал, потому что в числе тех возрастов, где я учился временами, был Ильяс, Морис Старец, где на стене висела мемориальная доска, здесь работал и потом так оказалось, что вот круг замкнулся, благодаря Владимиру Ивановичу, да, судьба, я его сыграл. Он вам предложил лично? Да. Или вы выбирали? Прям именно про Платона, да, предложил? Да, именно Платона. Ну, вот видите? Вот так вот получилось. Какое совпадение? Совпадение, как говорится, не бывает? Да. Верят звуки, не верят. Ну, вообще, вечером, Владимир Иванович, хоть и ненка не мой, поэтому я трубку передаю. Вечер. Нет, нет, нет. Вы знаете, это на самом деле ваш. А мы тут гарнир. Потому что, в общем-то, я, ну, как понимать, не первый раз встречаюсь со зрителями и люблю. Потому что есть возможность буквально почувствовать, как в театре. Почему театр вечно? Почему я завидую? Театру. Потому что там есть контакт живой, и он никогда не не уйдет. Кино технически меняется, такое будет кино, но скоро будет вот такое кино. Я выйду перед вами, щелкну пальцем, тут начнется действие, потом мне позвонят, я палец положу к уху. Но это все, что угодно, может быть, а в театре, вот это же вообще. Поэтому для меня это вот нереализованная моя страсть и радость к театру, общение со зрителем. Поэтому сегодня ваш день, и задавайте вопросы, потому что у меня осталось 20 минут. Ну и тут, наверное, ограничены. Я позволю себе сделать некое вводное, да, уже мы читали стихи Волошина, потом, возможно, еще поговорим, но пока есть Владимир Иванович. В одном из интервью, Владимир Иванович, вы сказали, что эта история в прошлый раз, когда мы с вами встречались, вы говорили про меморандум Парус, про Паруса, Ленина и так далее. Вот вы сказали о том, что новая история будет, это Бесы 2, продолжение Бесов. Вы знаете, вот может посмотреть на картинку, которую здесь спроецировал, это Бесы, которые тоже экранизировал Владимир Иванович. И я мучительно старался понять, в чем же, так сказать, какие-то параллели, может быть, найти какие-то интересные штуки. А Ставрогин говорит с Верховенской, Верховенской говорит, вот перед вами диалог с Ставрогиной. Вы, стало быть, не социалист, вот, Парус, да, у него была репутация, в общем, собственно, какой-нибудь политический честолюбец, и вот затуманится Русь, Русь заплачет по старым богам, ну, тут мы пустим, никого, самозванцы, вот ваш план. Вот, в чем продолжение Бесов 2? Может быть, вот, ну, ну, практически в вопросе уже прозвучал ответ. Дело видает, вот в чем, ну, это немного высказанная истина. Бесы не были Достоевского услышаны. Вот, причем, буквально, с бесами, ведь Ленину принадлежит замечательная реплика, перечитал Бесов и с отвращением отбросил. Вот, перечитал, да, ключевое слово, перечитал Бесов и с отвращением отбросил. Уже даже в наше время от одного очень хорошего человека, замечательного, к сожалению, ушел из жизни, замечательного режиссера, я вдруг спросил, а ты че сейчас, я говорю, бесов делаю. Слушай, ты бесов же делаешь? Я недавно перечитал, с отвращением отбросил, я говорю, ты представляешь, что сейчас буквально процитировал Ленина. Вот, поэтому, ну, равно как есть люди, которые Достоевскому с раздражением могут. Довольно много людей, которые ненавидят Достоевского. Понимаете? Вот это, вот, вот симптом. Буквально, буквально, и бесов частности. Может, не всего там, чего-то там, где-то, может, и читается, но дело не в этом. Дело в том, что Григорий Померанц, когда вот эти дискуссии шли по поводу бесов Достоевского, замечательный человек, мыслитель, он сказал фантастическую фразу, которую можно, я вот, каждую вот, эту картину, как и Питер писал. Дьявол начинается с пены на губах ангела, доказывающего свою правоту. Потрясающе точная. Ведь, в конце концов, дьявол – это низвергнутый ангел, вообще-то, говорят, падший ангел. Вот, поэтому связь здесь до того очевидная, этот неуслышанный Достоевский или зашумленный Достоевский, не знаю, бесы, может, зашумели, не дали услышать и так далее, и тому подобное. Причин много, но вообще причин, на самом деле, одна судьба, она вот неумолима. Это пьеса, вот эта пьеса написана уже, пьеса вот нашей жизни, нашей истории. Она написана, подбирается время от времени только исполнителям, на каждом круге может быть слово. А можно было что-то исправить, это же все-таки 70-е, 80-е годы, даже 70-е. Не мне принадлежит выражение, которое, к сожалению, очень точно история не терпит сослагательного наклонения. Но есть все-таки моменты, когда думаешь, а вот если этого не будет, и вот такой ключевой момент, это поезд. Вот этот поезд не привез бы, и вот тут действительно могло бы пойти как-то иначе. Вот тут действительно могло бы пойти как-то иначе. Но именно поэтому мне интересен вот этот, причем, ну в школе нам говорят, да не было никакого поезда, пломбированы вагоны, это все выдумки проклятых империалистов. Но поезд был, и все это было. И все это было настолько просто. Вы знаете, если кто-то не видел по телевизору, даст Бог посмотрите, восьмой серии, и там весь эпизод, финаль, какой-то финаль. И вот я, когда я мечтал его снять, я нашел воспоминания на читались про Ленина, не буду его рассказывать, как их в санях везли, это невозможно, это тоже нам в советское время не могли рассказывать, как они, ну надо было через Отвелянию, через в общем Залиткинский поехать на лошадях. Так что этот поезд, это условность, они еще на лошадях, до того питерского поезда, который привез Питер, они пересекали на лошадях. И когда смотришь на это жалкое, я мечтал снять это жалкое, боже мой, и вот через пару недель мир перевернется, и вот едет, это процессия ничтожная, и дальше стихи, когда вы знали из какого слова, кто принесут стихи, вот это вот все. Это невероятно, это невероятная пьеса, написанная, которая создается буквально Ленин за пару недель до февральской революции, выступая в иммиграции перед молодыми иммигрантами, он говорил, да, нашему поколению не дожить до тех славных времен, когда вот совершится, это было за пару недель до февральской революции, а вы молодые нам уже не дожить, а это случилось, и дальше цепь, и дальше цепь непреодолимых обстоятельств. Вот я сейчас скорее всего вот киноверсию назову Ленин неизбежности, потому что Парус говорит в этой как раз части, в этой почему я, потому что вы неизбежности, Парус как раз говорит о этой пьесе, написанной там где-то, да, ну а давайте вопрос какие-нибудь еще, может быть, будут. У кого какие вопросы, я еще, может быть, пока я иду, за что вас хвалили, за что вас ругали, вы смотрите вообще, ой, нет, честно могу сказать, нет, мне иногда в устной форме передают, что то-то-то-то, историки сказали, то-то-то-то, еще произошло, но я, нет, не хвалу и клевету, я понял, а вот в связи с этим вопрос, Парус постоянно с Лениным контактирует все восемь серий, там, да, или там, нет, он не постоянно, вообще известный встреч, как бы, одна, одна, но они неизвестны, их же больше, ну, у меня их больше, потому что у нас художественные произведения, и потом, со свечкой не стоял никто, это, это не обязательно, не каждый сайт записан, это же, в общем, достаточно очевидно, вы знаете, вот еще, вот то, что мне рассказали, я даже, вот это меня поразило, я даже заглянул, потому что это был для меня принципиальный момент, вы знаете, со школьных времен мы это учили, знали художественные произведения, как Ленин слушает аппассионату, аппассионату, не человеческая музыка, и так далее, и тому подобное, ну, и аппассионата, мы знаем, тема, все, все совпадает, контекст, и потом я узнаю из воспоминаний Крупской, что вообще-то, когда Ленин любил Вагнера, и специально они ездили в театр вагнеровский, Пада Крупская пишет, больше одного акта не выделил Владимира Ильича, уставал очень, ну, мы знаем, вагнеровские, они вообще трех-четырехчасовые произведения, это кто угодно не выдержит, но любил, а это совсем другая энергетика, вот почему у нас есть эпизоды в театре, где они смотрят, и вот почему он слушает Вагнера, но дальше глупости интернета, Гитлер любил Вагнера, Ленин слушает Вагнера, значит, Ленин Гитлер, ну, ну, более вот примитивной логики, тогда я Гитлер, потому что я тоже люблю Вагнера, вот, ну, все, я Гитлер тоже, у меня Вагнер, у меня в Папе, православной совершенно картине, есть тоже, ну, и так далее, и тому подобное, тогда я тоже Гитлер, это такая глупость, вот такой, такие примитивные, вот эти связи, вместо того, чтобы понять, а в чем суть, в чем разница между энергетикой Аппассионатой и энергетикой Вагнеровской, тем более, что у нас стоит тема возвращения, как раз, паломников, как раз, эта тема, которая и посвящена, в общем, вся, так или иначе, эта картина, вот, ну, хорошо, кто-то, Владимир Иванович, подскажите, ну, можно, скажите, поделитесь своим впечатлением о роли Троцкого, ведь я сейчас много изучаю моменты, связанные с Троцким, ведь он не был даже большевиком, он только в середине 17-го года, и вдруг он выскакивает, как черт из табакетки, вот, знаете, а, поскольку, обратили внимание, что у нас Троцкого картиня, да, вот, нет, про него там в один момент просто, просто говорит, про него говорится, что он сейчас вот в Париже, и там, ну, и так далее, просто, я делаю очень, параллельно со мной снимал про Троцкого мой ученик, Саша Кот, фильм, и вот он про Троцкого, поэтому этот вопрос про Троцкого лучше к нему, их как раз на телевидении выпустили лоб в лоб, податься, эти два сериала, вот, поэтому это Саша Котук, потому что я, я буквально Троцким не занимался, но, например, тоже для того, чтобы чуть-чуть представить в другом виде, вы знаете, там, как случилось это, это, может быть, это было деловы, потому что Троцкий вернулся, кац, два слова буквально из Америки, он там деньги привез тоже, вот, и практически, ну, это так же, это ничего личного, just business, понимаешь, это ничего личного, но я читал юношеские, 19-летнего, там, Троцкого письма, свои возлюбленные, это письма нормального юноша, и ничего, и никаких, никакого там черта с рогами не было, там не было никакого злодея, это был влюбленный юноша, 19-летний, и вот это для меня говорит больше, чем какие-то потом конкретные знания, мне интересно, все человек, понимаешь, это все в человеке, это все есть, это все практически есть в каждом из нас, вот чем фокус-фокус, просто мы что-то успеваем заглушить, или родители помогли, или что-то воспитание, но, к сожалению, Федор Михайлович об этом есть, ведь, когда есть и Федор Михайлович, я специально не про Троцкого, потому что это же, ну, Троцкий, это тоже один из персонажей, просто, этой драмы, но, если Федор Михайлович рискует рассмотреть историю человека, который убил старуху, и он же у нее не отрицательный персонаж, он же не говорит, что это мерзавец, убил, мало того, убил сестру, вынужден был убить, а она еще беременная, значит, он еще ни одного убил, и Федор Михайлович и всерьез им занимается, потому что ему хочется докопаться до глубины нашей души, вот, да скрестись до этого котелка, нашего вот этого мрака, который, в общем, к сожалению, человек присутствует, вот, поэтому Троцкий, ну, просто в этой картине, он, нельзя объять, не объять, Козьма Прудков, какие вы, я просто не могу, ассоциация, а вот какие-то еще деятели, потому что, опять же, недавно читаю, говорит, Ленин, ты не был никогда, на самом деле, вождем, как только вот он, когда приехал, а были другие люди, вот, какие это люди, кто кроме этого, Яков Михайлович Свердлов, или кто-то, ты знаешь, нет, выиграл Ленин, вот в чем дело, выиграл-то Ленин, но он, когда приехал, его не ждали, к слову сказать, что называется, он попал в ситуацию совершенно неблагоприятную, и он буквально за неделю-полторы переломил ее, он мотался, и он буквально за неделю-полторы переломил эту ситуацию, выиграл все равно он, вопрос его, остался все равно он. Поэтому Владимир Иванович по нему и сделал фильм. Вот, давайте просто сконцентрируемся на персонажах, они безумно интересны, и Ленин, и Барвус, и Платтан, у кого-то есть вопросы? И Зино, и... Главное, чтобы вы не устали перед второй частью. Я хочу сказать очень красивый фильм, мы не будем за вас, но вот, когда смотришь, все красиво, интерьер красивый, одежда красивая, лица красивые, все это в комплексе, это безумно красиво смотрится. Ну, вы знаете, в этом нет ничего худого, потому что... да. Это супер красиво. Но мы так не ставили такой задачи снять все красиво, просто мы снимали то, как есть, понимаете, они все-таки... Ну... Но душой, красивой душой. Но нас-то интересовали люди, как было уже, вот так, меня интересуют только персонажи, равно как и сценаристов. Только что это такое, что же это, кто же эти люди, которые все это сделали? Вот серьезные немецкие исследователи, читаю, я перечитал массу всяких, в основном пишут, и Чингисхан, и Наполеон, и Цезарь, и Александр Македонский, все они дети по сравнению с Ленин. Потому что только Ленин перевернул мир. Вот Ленин, его, во всяком случае, идея, и вот это все его, вот этот картавый, высыватый, небольшого росточка человек, он перевернул мир. А те харизматичные, это... Но они так, у них есть частичные успехи. Но вот так, чтобы мир перевернуть, это удалось только вот этому человеку, который у нас на Красной площади носил. Еще какие вопросы, чтобы ни у кого не взорвировать? Можно? Можно? Даже два. Это наш специалист по контрразвездности. Вопрос, а почему вы назвали Мезенцу героя жандарма? Ну, потому что большая специалист, вы знаете, что был реальный персонаж, который трагический, был убит. Вот. И мы хотели, про него тоже не так уж много известно, но все равно. Ну, убит был, собственно говоря, жандармский генерал в бизнесе. Да, 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 да. Мы взяли дальнего как бы родственника. Ну, это такая литературная такая... А вы знаете, что такой человек был? Что-что? Что такой человек был? Вы знаете, я... Если это так, то я еще больше... Но я... Немножко ошибаюсь, что он не Алексеев, он был Александром. Ну, я думаю, это допуск. Кстати, о литературной файме. Кто-нибудь и раз видел, у меня был тоже сериал «Гибель империи», посвященный практически этому же периоду. Прошу, как бы, и там я был принужден сыграть роль, принужден, потому что актер запила, была сложная съемка, я приехал на съемку, тысячи людей, пушки, вот, а я в параде, усах и роста того же, что запивший актер, я вынужден был сыграть роль начальника кондразведки и Кубова. И... Причем это буквально надо было принять решение в течение 15 минут. Я потом надели, подвели чуть усы, я стоял в кадре и с Маковецким играл довольно серьезную сцену. Вот. И никто не... Нигуда жгол не сбрело, что... от момента, как я вошел в кадре, до принятия решения прошло там минут 30-40. Но дело не в этом. И вдруг я сейчас уже выйдя на этот же период, думаю, ёлки-палки, я ж не видел, как выглядит Якубов. Ну, сейчас у нас другой, он на смену пришел Якубов в Туркестан. Вот. но период другой. Я думаю, а как же Якубов выглядел? Я в интернет сейчас и чего? Раз, клик-клик, Якубов, начали разведки. И что вы думаете? Я нахожу свои фотографии. И никакого другого Якубова нет. В интернете есть моя фотография, фильм. Вот, понимаете? И сейчас у человека найдет, когда, ну, вот он. Причем, если ее сделать черно-белой, она там цветная, к сожалению, ее сделать черно-белой, чуть подстарить, там, царапинки сделать, и вот будет, пожалуйста, вот, 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 вот и ирония судьбы и историческая правда. Но Мезенцев как раз потому, что был с трагической судьбой очень интересный человек. В фильме это же есть. Да. Там есть эпизод, просто в фильме есть в одной серии, она у портрета стоит, спрашивает, это что, родственник, да, дальний и так далее и тому подобное. знаете, как бы исторические фильмы специально фамилии чуть-чуть изменяют, чтобы у родственников не было претензий. Знаете, вот сейчас вот сериал был такой, там слегка изменена фамилия и вроде как и родственников не можно претензий какой-то другой человек. Вот. Вот. Все. Разлушайте. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас назвали много великих людей, но только Ленин перевернул мир, изменил вообще нашу историю. Скажите, вот на ваш взгляд, какие качества позволили именно Ленину стать всемирной, всемирной величиной? Вы знаете, до конца на этот вопрос, я убежден, никто вам не сможет ответить, до конца никто не сможет ответить, но я думаю, я думаю, как важно любому из нас в этой жизни очень важно оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот. И это вот был тот случай. И в этой мировой пьесе написанной он был выбранный такой. Вот это что? А вот даже, нет, понимаете, вот это вот замечательно, но, к сожалению, у нас беседа становится... Да я отвечу, все равно постараюсь. Вот смотрите, я столько читал, Ленин был плохой оратор, были ораторы, Троцкий, во всяком случае, уж точно. Ленин был плохой философ, Леханов уж точно лучше. И вот он везде как бы не, ну, значит, у тех было чего-то другое не, а у него все было собрано. Плюс харизма, все равно, вот эту его харизму никто не отменял. А еще, знаете что? Вот от чего мне нужны были личные воспоминания? Когда я это очень важно, там есть эпизод, вы его увидите сейчас, и это реконструкция абсолютно событий, когда они уже в поезде ехали, и у Неза Арманд это называлось «А не задать ли нам Сиренаду Ильичу?» Лензи это работает. Они выходят, начинают петь песню про разбойника. Учтите, это не художественно, это просто реконструкция событий. Мы нашли текст этой песни про разбойника, они пели песню про разбойника. Там очень важно услышать слова. И Ленин выходил вместе с ними, слушал. Там очень важен контекст. У Ленина есть не про разбойника. Здесь вы услышали стихи, это тоже не выдумка, это не художественный домысел, это Крупская писала, Тючев, Море и утес. И тут легко понять, почему он любит это сирену про него. И как Женя Миронов это умеет делать, и как он это читает. Субтитры создавал DimaTorzok